Приветствую вас, и автор пишет о патологической лжи. Автор говорит о том, что врет всем, автор говорит о том, что получает от этого удовольствие, и, в общем-то, для него это как зависимость, да, получается. Вот. Хочется автор понять причину этого, причину того, что он врет. Много. И, соответственно, при этом говорит, что не хочет от этого избавляться. Ну, это понятно в данном случае, ведь мы говорим о зависимости, да. Вот. И, соответственно, просто в данном случае автор пока что хочет просто понять, почему так происходит. Ну, я думаю, что ложь, ну, как бы, причина лжи заключается в чувстве стыда. Человеку стыдно за себя, человек очень сильно себя не принимает, человек очень сильно себя, скажем так, обесценивает, вот. И я думаю, что в этом и заключается основная причина, вот, основная причина ваше лжи. Довольно глубины стыдно и довольно сильно не принять себя, сильно, сильно отторжение, сильно такое, вот. Ну, если хотите, сильное отвращение, самоотвращение получается у вас. Вот, собственно, это и является, вот, значит, как бы особенностью вашей ситуации. Здесь нужно работать со стыдом, само собой. Здесь нужно работать с принятием себя, вот. И, конечно же, здесь нужно работать еще и с тем, что вы сравниваете, вы сравниваете себя. Судя по всему, да, с другими людьми. Вот. И сравнивание себя, оно, ну, как правило, не в вашу пользу идет. То есть это, на мой взгляд, совершенно очевидно, вот, что... Когда человек сравнивает себя с другими, это очень редко, когда идет в... Ну, в его пользу. Вот, потому очень важно в этих направлениях работать. Вот. Что касается удовольствия и что касается наслаждения от этого, то, несмотря на... То, что вы описываете свое состояние от этого, как кайф, да? А, я думаю, что было бы неплохо это детализировать, как минимум. Ну, то есть, что значит детализировать, да? Значит, вот, немножечко лучше понять, увидеть, посмотреть на то, что это за удовольствие, да? Ну, какого рода это удовольствие. Таким образом, несколько лучше понять, что вы чувствуете. Таким образом, несколько лучше понять, что вы ощущаете. То есть, это вот было бы, на мой взгляд, опять же, прямо, прямо, прямо бы хорошо для вас. Вот, тогда, глядишь, глядишь, вы могли бы для себя выбрать некую такую поведенческую альтернативу. То есть, вы могли бы для того же самого использовать другие, ну, другие средства, да? Другие способы, вот. Не обязательно те, которые вы используете сейчас. Вот, пожалуй, то, что можно было бы вам здесь сказать. Что такое чувство стыда? Чувство стыда – это подавленное, какие-то подавленные чувства по отношению к другим людям. Вот. Ну, например, например, по отношению к кому-то из вашего окружения, из ваших реальных родственников. Вот, это чувство стыда идёт из семьи, вот. Но дело здесь, конечно, не в семье. Как вы, надеюсь, понимаете, дело не в семье, совсем не в семье. Дело в вас и в том, что у вас очень сильно стёртые личные границы. Ну, между собой, да, и другими людьми. Вот. Очень сильно стёртые личные границы. Вот. Вот. Это тот момент, на который, на мой взгляд, нужно обратить внимание. Потому что их нужно восстанавливать, я имею в виду личные границы. Вот. Тогда, опять же, врать вы уже не будете, потому что будет в первую очередь осознавание своих личных границ и границ другого человека. Вот. Сейчас этого у вас ничего нет. Вот. А, ну, для чего ещё врёт человек, да, зачем, зачем он врёт? В общем-то, в общем и целом, чтобы нравиться. То есть вы хотите нравиться. Вот. А вы хотите нравиться. Другим людям. Вот. Вопрос, который здесь можно задать, да? Собственно, как вы приходите к тому, что вам хочется нравиться? Вот. Да, то есть, ну, вот просто, вот как вы к этому приходите? Что это за чувство, что вы хотите нравиться? Вот. Это очень важно. Понятно. В данном случае. Ваш мотив. Вот. И какой внутренний конфликт вы пытаетесь через... сайди створище. Вот. Вот. Примерно такой ответ я мог бы вам предложить. Сейчас с точки зрения психологии, да? А с точки зрения... психотерапии. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...